Сквер за кинотеатром «Россия» обретет новый облик. За необходимость реконструкции этой зоны балаковцы высказались во время голосования еще весной. И вот после того, как был разработан проект и получены необходимые средства из местного и регионального бюджетов, работа в сквере закипела. О том, кто еще поддержал проект финансово и что появится на благоустроенной территории, нам рассказали инициатор реконструкции депутат Артур Гизатулин, представитель подрядчика и заказчик директора комбината благоустройства Наталья Горина. Мы старались этот проект сделать не со стороны администрации, а со стороны инициатив жителей, потому что здесь мы собирались, смотрели, как это лучше сделать, где тропиночка, какие насаждения. То есть все старались сделать, чтобы сами жители участвовали в этом. Данный проект основан на областной программе поддержки муниципальных образований на местных инициативах. И он проходил у нас в начале лета. И в этом конкурсе из 136 заявок, которые были поданы, выиграл только 60 муниципальных образований, и в том числе мы. И, соответственно, это было в начале лета. И чтобы были процедуры определенные, там, финансовая дисциплина, что разрешение на проведение аукциона было только на август месяц. И мы... Была очень сделана хорошо, качественная заявка подана, и мы из 60 муниципальных образований только мы и в Ольске получили максимальную сумму денег – 3 миллиона. 3 миллиона – это бюджет города, и миллион 100 – это у нас идут деньги спонсоров. Ну, то есть, ваши. Ну, кто это спонсор, это интересно? А спонсоры – это социально ответственный бизнес, это предприятие. Есть даже перечисление физических лиц в районе 400 тысяч. Это те, кто неравнодушен и кто хочет помочь в данной программе. В основном это те, кто живет в закональной части, потому что сквер, знаете, четвертый микрайон. Такой, знаете, вопрос. Осень у нас как-то так получилось, что очень много объектов, и везде примерно один и тот же вид работы, то есть асфальтовое покрытие. Хватит ли мощности нашего... Мощности уже нам хватает, мы все предусмотрели для этих целей. Все у нас заложено, и все будет в графике. Вот на данный момент, выполняя уже вот эти работы, какие-то скрытые, неучтенные работы по смертной стоимости вы обнаружили, согласовали, или их нет? У нас есть одна вот полоса, которая практически вот доделана. Пока ничего такого не обнаружилось, посмотрим, что будет на дальнейшем этапе. Иные какие-то коммуникации, сети затрагиваются, которые были не учтены ранее в проекте. Нет, все было согласовано с остальными службами, и как бы все работы, когда производились, все это учитывалось, и ничего лишнего не затрагивает. Мы попросили ресурсоснабжающей компании заранее провести модернизацию своих сетей, проходящих сквозь данный сквер. И они к этому очень хорошо, положительно отреагировали. Водоканал, например, исключил вообще здесь все сети из данных сквера. То есть он сделал в одной системе совершенно по-новой. Облако Монерго, вы можете там посмотреть, он все свои сейчас кабеля прокладывает в гильзах. То есть заранее будут все в гильзах. И если будет какой-то порыв, либо ремонт, просто они вменяют в гильзы без крышных работ. Тем самым мы постараемся оставить данный сквер после ремонта, в первозданном виде, как вот должно быть, и без каких-то либо ремонтных работ. Вы сейчас говорили про систему полива, да? Откуда она запитывается и зачищена от банкета? Она... Есть специальные технические условия, выданные водоканалом. И, соответственно, до криминального благоустройства заключает договор с водоканалом на систему полива. Полива здесь будет вообще очень минимально, потому что растения и зеленые насаждения здесь не... Как сказать, немного... Нет необходимости в большом поливе. Мы как раз выбрали именно те зеленые насаждения, которые... Каждодневному поливу. Нет, нет. И тем самым они не только от вандала безопасны, но они еще и экономичны в плане полива. Затратные мероприятия, вот этот летний водовод? А вы знаете... Вы знаете, он не затратный, если его делать заранее, потому что делать вскрышные работы и потом их восстанавливать, это затратно. Сейчас, на данном этапе, мы это сделали заранее, и, соответственно, восстановительные работы уже не нужны будут делать, поэтому проложили летний водопровод уже заранее. 39 яблонь, да. Всего более 400 зеленых насаждений. Высадка зеленых насаждений производится в осеннее время, это нормально, это... Понимаете, мы как бы заложили также в сметных условиях, что будет высадка соблюдена со всеми нормами, удобрениями, и будет еще период ухаживания, который тоже ездит на подрядчике в момент приживания. То есть на период приживания этих зеленых насаждений подрядчик отвечает за них полностью. Сколько период приживания длится? Длится им 30 дней. Порекомендовали высаживать деревья, они не менее двух метров, это уже такие взрослые деревья, которые... То есть это не будут пручки? Нет, 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 нет. Вы же помните, у нас уже был опыт здесь, субботник, когда мы высаживали маленькие деревья, и в конечном итоге мы... Закрыты корневой системой. Да, это уже будут большие взрослые. Это большая степень приживаемости. Ярко уже красиво. Да, первоначально мы показали, как будет во время высадки, чтобы мы могли видеть, ну, как это будет размещаться на площадке. А когда уже будет в полном цветении и в своем росте, они как раз будут в размере, кронда будет в размере зеленых насаждений. И вот так вот будет. Это круглый, вот так она будет выглядеть полностью. Территория будет красивая, облагороженная. Здесь будет 30 скамеек, 20 урн.